Добрый день. В этом видео я хочу рассказать вам о распространенной ошибке в Турции, когда вам предоставляют квартиру или вы покупаете эту квартиру, называют площадь, общую площадь квартиры, и эта названная площадь не совпадает с фактической. Кроме того, в интернете, на ютубе я увидел некоторые блогеры, рассказывают, что в ТАПУ нужно смотреть, в ТАПУ указана реальная площадь. Значит, чтобы не было заблуждений, я хочу обратить ваше внимание. ТАПУ это документ о праве собственности на землю. В Турции не существует документа о праве собственности на недвижимость, так как в странах бывшего Советского Союза. Здесь ТАПУ, это кадастровое управление, и вы получаете все документы, в том числе кадастровый номер, в том числе координаты земельного участка, на котором находится ваш дом. Площадь земельного участка, которым принадлежит совместной собственности всех владельцев квартир, определяется довольно просто. Берется земельный участок, площадь его, делится на площадь всех жилых помещений в жилом доме, выводится коэффициент и умножается на метраж вашей квартиры. То есть у вас в ТАПУ указана площадь земельного участка пропорционально вашей доле в жилом фонде. Площадь именно квартиры указана в искании. Это технический паспорт на квартиру. При этом технического паспорта при купле-продаже может не быть. Технический паспорт изготавливают после того, как дом сдан в эксплуатацию. Застройщик изготовил и сдал соответствующие органы и скан на весь дом. То есть два технических паспорта, так же как и в бывшем Советском Союзе. Технический паспорт общий на дом и есть технический паспорт на каждую отдельно взятую квартиру. В Турции то же самое. После того, как застройщик изготовил, согласовал и сдал в ТОПУ технический паспорт на дом, все владельцы квартир могут получить технический паспорт на свою квартиру. В техническом паспорте указана характеристика квартиры и дома. И указан метраж отдельно взятой квартиры уже в квадратных метрах. В площадь квартиры входит, уже наверное все знают, входит размер стен и балкон. На Ютубе встречаются блогеры, которые рассказывают, что места общего пользования в доме вам тоже принадлежат, то есть коридоры, кровли, подвалы, лифты, лестничные клетки. И эта площадь делится на квартиры, входит в вашу квартиру. Поэтому вам говорят, что ваша квартира 100 квадратных метров, а если вы перемерите или посмотрите в искан, окажется 80. Вот 20 метров это места общего пользования. Неправда. Это полная неправда. Согласно закону 634, обзор этого закона на моем канале есть, смотрите пожалуйста каждую статью. Согласно этому закону, места общего пользования, коридоры, лестничные клетки, лифты, подвалы, кровли и придомовая территория и все строения на придомовой территории, они являются общей совместной собственностью. То есть все жильцы и все владельцы квартир владеют этим всем на правах совместной собственности. Но это не долевая собственность, не частичная собственность. То есть выделить в натуре кусок земли, или кусок помещения общего, который принадлежит вам нельзя. Поэтому никто к вашей квартире ничего не прибавляет. Если кто-то вам риэлтор или посторонние люди скажут, что ваша квартира 100 метров и по факту 80, то это просто обман конкретно этих людей, а не места общего пользования в площади вашей квартиры. Нет, никаких мест общего пользования в квартире нет. Только ваша квартира, балкон и стены. В бывшем Советском Союзе стены не входят в площадь, в Турции входят, но это минимальный размер, это метр два, но это все отражено в техническом паспорте. Еще раз говорю, места общего пользования, их размер можно узнать из ИСКА, из технического паспорта, который на дом, там где указана характеристика дома и метражи связанные с домом, но никак не с вашей квартирой. Это все на сегодня. Подписывайтесь на мой канал. Всего вам доброго.